Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о растении олеандрия. Прекрасное декоративное растение. Родина его Малая Азия. В переводе олеандр – это мокрый, влажный. То есть само название говорит о том, что он растет у рек в прибрежной зоне озер и разных водоемов. Растение, которое полюбилось с 17 века и стало кадочным, общедоступным растением, которое с весны и по осень выносят на мансарды. Основной уход – это солнце и влага. То есть название влажное – это нельзя пересушивать его, и солнце для пышного цветения. С начала июня у него образовываются на кончиках побегов кисти. Цветущие кисти начинают окрашиваться. Его палитра очень разнообразна. От белого и до пурпурного цвета. Желтые, розовые, кремовые, пудровые. Такие тона, которые полюбились людям и радуют глаз. Это растение желательно пересаживать ранней весной и потом следующая обрезка и пересадка в осеннее время. Вся крона срезается и черенкуется. То есть все вот эти вот растения, которые в результате будут уже как зачеренкованные молодые олеандры, они не удаляются, а черенкуются и укореняются в течение двух-трех недель. При засушливости листья могут повреждаться щитовкой или клещом. Это можно на первой поре либо механическим путем снимаем щитовку, либо же берем инфициды и обрабатываем растения, если это необходимо. Если вы хотите сформировать растение олеандр как штамповое, вы кардинально снимаете по стволу все листья и оставляете на четверть шапочку, обрезая ее по кругу, делая такую завитееватую форму, которая на следующий год будет активно цвести сверху, а древесная часть будет стареть и образовывать такую древесную основательную массу. Я познакомила сегодня вас с прекрасным растением прибрежной зоны. Надеюсь, что многим понравилось это растение. Заводите, рассаживайте, потому что это растение перспектив. Через 2-3 года вы можете иметь несколько растений, которые каждую осень вы укореняете собственными руками. До свидания!